Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях клуб акробатического рок-н-ролла «Кристалл». Здравствуйте, Елена. Владимир, здравствуйте, ребята. Лето было у вас насыщенным, не менее насыщенным будет предстоящий год. Елена, какие планы, какие надежды вы возлагаете, в первую очередь, конечно же, на эту пару, ну и на всех остальных воспитанников вашего клуба? К слову сказать, их очень много. Да, большие планы в этом году. В этом году мы перешли с ребятами в юниорскую группу, это взрослая группа, и хотим там, мы уже там, мы являемся первым номером Московской области в этой категории, очень за них радостно, и в общем, я горжусь ими. Ну и также хотим войти в элиту российского спорта по акробатическому рок-н-роллу. В общем-то, мы уже участвовали на чемпионате России и были полуфиналистами. В этом году у нас планы на финал. Летом мы готовились очень хорошо, очень много тренировались в городе Тольятти. Вот уже не в первый раз туда ездим, там тепло, зал со всеми удобствами. И с ребятами по три тренировки в день мы отрабатывали свою новую программу. В общем, надеясь на хорошие результаты, конечно же. Влад, как выдержали летнюю тренировочную программу? Было, конечно же, трудно. Первая тренировка. Потом, конечно, мы успевали отдохнуть во время тихого часа, когда мы все либо ложились спать, либо тихо сидели в комнатах. Потом наступала вторая тренировка. Как бы там мы выкладывались до последнего. И оставалось только немножко времени, как бы вечерняя прогулка. Там мы, когда принадлежали сами себе, проводили какие-то интересные игры, гуляли. Дискотеки были, правда? Дискотеки, да. Было очень интересно. Почему все-таки из года в год, это не первый раз, когда вы проводите, организовываете спортивный лагерь в Тольятти, почему выбрали именно этот город? У нас тренер Елена Ивановна Бурыкина, которая работает тоже с нами, она сама из этого города. И так получилось, что там обнаружился очень хороший, такой спортивный, даже не спортивный, а просто детский лагерь с теплым климатом, в общем-то это место, с хорошими условиями очень для нас. Потому что нам давали зал на целый день, мы тренировались сколько хотели. Хорошая природа на берегу Волги. В общем-то, потому что мы продлили себе лето раз, тренировались сколько хотели два. И, естественно, интересная программа была в лагере, это три. В общем-то, и для нас тоже это все, нас это устраивало. Поэтому выбирали этот город, в общем-то. Владимир, на ваш взгляд, насколько подросли дети за лето? Если смотреть в сантиметрах, то, конечно, можно много сравнивать. Обычно мы шутим на эту тему в начале сборов и в конце сборов. Когда, ну, в большей степени девчонки там смеются, когда мы их сначала взвесили и в конце сборов взвешиваем, да. То есть, ну, это такой юмор был, да. Детки, естественно, подросли, что что-то говорить, да. Ну, вот Елена Юрьевна уже сказала, да, пару слов, что действительно мы перешли в следующую категорию, более серьезную, что позволяет ребятам уже охотиться, культурно выражусь так, и за мастерами спорта уже. Не скрывая, мы тоже много усилий и, ну, вкладываем, ну, в тренировочный процесс, да, в какие-то, ну, там, планирование новых программ, как это сделать рациональный. Вот, ребята, естественно, выросли. Тут нечего уже и сказать, но многое зависит от них. Поэтому не расслабляемся, быстрее, выше, сильнее. Какие планы на этот год? Будет ли дальше развиваться акробатическое движение в нашем районе? Появятся ли новые площадки, новые школы? Потому что надо сказать, что в вашем клубе, как, наверное, нигде, дети, все дети занимаются бесплатно. Очень плотно над этим работаем. Этот год, надеюсь, будет весьма-весьма отличным от предыдущих. Уж не хочется там сглазить, не дай бог, хотя они суеверные, но в этом году надеемся, что у нас будет уже спортивная школа. То есть мы в Дюсш-Одинцово будем зачислены, соответственно, там и тренера, и лучшие ребята тоже, соответственно, пойдут туда. Какие возможности это открывает именно для клуба «Кристалл»? Вот что дает спортшколы? Ну, как есть тоже, да. Мы к этому стремились и, наконец, добились. Ради чего мы это делали? Прежде всего, это, конечно, чтобы тренера могли реализовывать себя, свои амбиции. То есть был рост именно как тренера. Вот это позволяет сделать только спортшколы, да. Ну и ребята, надеюсь, конечно, тоже получат тот стимул, что лучшие будут зачислены в спортшколу. Ну, там наверняка уже будут какие-то новые для них там бонусы, такие как там поездки на соревнования, там оплачиваемые, да, еще что-то. И плюс, прежде всего, для чего мы это делаем, сможем представить наш Одинцовский район. На фоне Московской области мы, как и говорили, в некоторых дисциплинах там лидеры, но сможем быть полезны и надеюсь, что нас услышат, заговорят и об Одинцовском районе в частности. Ну, я так понимаю, что пара Ани и Влад, в общем-то, ну и тренеры, да, замахнулись на мастеров спорта? Конечно, да. То есть хочется уже в этом году сделать? Обязательно. Мы будем прикладывать все усилия для этого. Это очень сложно, поверьте, требования ужесточаются с каждым годом, но мы к этому идем, потому что мастерство тоже растет с каждым годом, и работоспособность данной пары у нас не вызывает никаких вопросов, потому что они работают даже сейчас и могут лично работать, да, даже если даем задание, то они могут его выполнять, как бы не все остальные ребята, которые особенно помладше. У нас сейчас много ребят занимается, вот, так что мы, конечно... Нет, ну честно, откровенно, Анна и Влад, это звезды, Клубокристаллы, звезды Московской области, то есть не только вы возлагаете в надежды на этих ребят, которые учатся в Лесногородской школе. Их просто знают уже во Всероссийской фар, их знают, и их вот спроси, как вот фамилии этой девочки, все скажут это, а как не это уже слава, да, Одинцовского района прежде всего, что есть такая пара у нас, и которую знает вся Россия по акробатическому рок-н-роллу. Мне кажется, это здорово. Ну, наверное, ребятам, может быть, не сильно нужно это слышать, чтобы там сильно нос не задрать, да, потому что... Потом это растет смена наша опять же. Приходится, ну, тоже так, с небес или со звезд поближе к Земле опускать, вот что, наверное, может, и сегодня там разочек сделаем, потому что есть косяки. То есть бывает все-таки вот эта вот уверенность, она может мешать именно на выступлениях? Ну, может быть такое, да. Но мы как бы воспитываем в себе, как сказать, выкладываться сейчас и в данную минуту, да, несмотря ни на болезни, несмотря на свою самую уверенность, что как бы, казалось бы, да, у нас там все получается. Ну, далеко не все получается, конечно. Потому что ведь мы хотим не только как бы стать мастерами А международного класса и заслуженными мастерами. То есть скорые Олимпийские игры, в которые наш вид спорта, я надеюсь, скоро войдет. Мы тоже надеемся быть в сборной России. Вот, и все для этого сейчас прикладываем. Но, повторюсь, что эта категория для нас новая, и мы начинаем с нуля здесь. То есть и рейтинг с нуля начинается, и так далее. Сейчас вот мы в рейтинге Московской области первое место занимаем, в российском пока не первое. Но с этого года мы уже начинаем отсчет своих баллов. Надеюсь, мы хорошо поднимемся, да, в этом году. И Кубки мира, конечно, хотим поехать на Кубки мира. Надеемся, нас вот как раз под школой немножко туда как бы поможет нам поехать. Да, потому что везде это за границей. Вы сами понимаете, сейчас немножко сложно это. Ну, конечно. Анечка, насколько готовы к новому сезону? Как вот ты чувствуешь? Ну, я думаю, что нужно еще там дорабатывать все. А так, в принципе. Ну, чего хочется в новом сезоне достичь? Я понимаю желание тренеров, наставников. А вот вы чего хотите с Владом? Вот, не знаю, как Влад, но я хочу, чтобы мы на соревнованиях выложились по полной и чтобы всех порадовать тренеров наших. Влад, я так понимаю, вы сейчас работаете, уже начали работу над новой абсолютно программой и будут созданы, наверное, костюмы, да, полностью образы прорабатываются? Ну, да, конечно, сейчас мы работаем как раз над новым костюмом, который сейчас скоро будет уже готов. Ну, я думаю, что это не так уж и просто нужно подобрать цвет, который тебе подойдет. Вот, немножко, может быть, даже посмотреть на музыку, под которой ты будешь танцевать, смотреть, как будет смотреться. Ну, как бы сейчас потихонечку идем к тому. А мне интересно, вот вы свои пожелания высказываете о том, как будет выглядеть тот или иной костюм, какие цвета? Вы ведь уже достаточно взрослые. Ну, конечно же, тренера спрашивают наше мнение, что бы мы хотели, как бы мы хотели. Конечно, если это, ну, не сильно хорошо смотрится, они нас поправят, скажут то, что здесь, конечно, нужно как-то изменить, чтобы было немножко получше. Но мы, конечно же, соглашаемся, потому что мы знаем то, что, ну, как-никак, они, наверное, знают немножко лучше нас. Влад, вы прошли уже дальше в новую абсолютно для вас категорию, как сказала сейчас Елена Юрьевна. Насколько все сложно, вот как ты оцениваешь свои силы, все-таки удастся, удастся воплотить все мечты, все ожидания наставников? Ну, когда ты хорошо работаешь, ты сделаешь все. Ну, главное в это, ну, выложиться по полной. Как бы, да, новая категория, кажется, сложнее, но мы потихонечку идем. То есть есть небольшие где-то помарочки, косяки, но нас часто смотрят наши тренера, и эти косяки мы потихонечку убираем. Все обязательно получится. Да, да, мы как бы контролируем, да, поправляем. Я хочу еще сказать то, что, например, вот Влад и Анечка, они собираются дальше, хотят стоять тренерами, да, например, ну, или педагогами по спорту. Это тоже очень важно, то, что мы воспитываем как бы свое подрастающее поколение в нашем районе, в Московской области. Это же здорово то, что когда они сейчас пойдут учиться по спорту, в спортивный колледж собираются, во-первых, после девятого класса. Вот, мы им будем помогать. В этом обязательно и всем своим ребятам, кто у нас занимается, не только вот нашим. Ну, в любом случае, ведь все достижения, все кубки, медали, все разряды, это все плюсик, 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 плюсик при поступлении. Да, да, он дает. Это не плюсик, а плюсище, да, да, именно так. Вот, и надеемся, что спортшкола нам поможет потом и со ставками для наших ребят, которые будут поднимать следующее поколение здоровых детей, как говорится. Это очень важно. Что дает акробатический рок-н-ролл для развития ребенка и с какого возраста вы принимаете детей? У нас сейчас как раз вот идет набор. Берем детей, в общем-то, с пяти лет. Верхняя грань неограничена. Да, мы говорили уже в прошлых программах о том, что акробатический рок-н-ролл для всех. Для всех можно. Нижний предел, это, конечно, все-таки желательно дети пяти лет, а вот верхнего предела нет. Можно заниматься в любом возрасте, даже я могу присоединиться к вашему движению, наши телезрители. С удовольствием. Нам обязательно надо будет снять мастер-класс, как мне кажется, Мария, мы вас приглашаем. Ну, теперь уже там, мы прямо заявили об этом в программе, обязательно расскажем и покажем. Я лично пару фа дам возможность нашим телезрителям, вашим телезрителям, да, чтобы они именно вас узнали с другой стороны. Не как только телеведущую, но и как спортсменку, активистку и просто красавицу. Спасибо, Владимир, засыпали меня комплиментами. Мы, я думаю, что обязательно реализуем эту идею, как и все идеи, которые вы реализовываете ежедневно, ежемесячно, ежегодно в своем клубе вместе со своими воспитанниками. Итак, все-таки, что дает для развития акробатический рок-н-ролл детям? Первое, то, что, конечно, здоровье, да, как и любой спорт, это что у нас? Осанка, прежде всего, должна быть выпрямленная, потому что мы очень много сидим, да, в школе детки пишут все время сидя, очень мало двигаются сейчас все эти игры, вот, не дают возможности правильно, так сказать, себя поставить на ноги. Вот, это осанка, это, значит, развитие мышечного корсета, вот, это укрепление мышц ног, значит, голеностопов, сейчас очень много сколиозов и плоскостопия, которые мы исправляем, можно сказать, потому что, как бы, детки приходят разные, очень слабенькие. Вот, мы их, конечно же, поднимаем, они через год уже, результат абсолютно виден, то есть, мы записываем, мы, наверное, раздавели фотографии какие-то, смотрим, и родители просто, как бы, действительно, говорят, спасибо огромное вам за то, что вы делаете. То есть, это и хореография у нас, обязательно растяжка, вот, как еще говорила, общая физическая подготовка очень сильная, потому что мы делаем трюки, и для того, чтобы их сделать, просто нужно, необходимо обладать хорошей формой физической. Галина Юрьевна, я извиняюсь, поправлю, акробатические элементы. Акробатические, да, сейчас по-новому, сейчас очень много новых правил, мы от них иной раз страдаем, потому что, вот, каждый сезон новые правила. Ну, такое слово, просто сладкое трюки, такое интересное. Все дети обожают трюки, вот. Когда доходят, наверное, до этого момента на тренировки, отбоя нет. Отбоя нет, да. Все хотят, все хотят. Очень интересно, да, естественно, даже мы, когда и находимся на сборах, просят нас выступить, и когда, ну, ребята исполняют акробатические элементы, как говорят, там, трюки, это в цирке, да, у нас акробатические элементы, то, естественно, сразу зал взрывается аплодисментами, и кажется, что это вот просто нереально. Ну, это самая, пожалуй, зрелищная часть, самая зрелищная из всего акробатического рок-н-ролла, конечно, не считая формейшн. Формейшн, да, очень сложная категория, на самом деле, сначала казалось, что вот акробатика именно очень сложна, да, и ребята вот именно акробатические элементы обожают и просят, чтобы им поставили. Ну, вот именно командное выступление, вот мы сейчас, кстати, готовим новую программу по формейшну, Микс, это где юноши и девушки будут выступать, называется Индия. Вот сейчас будем новые костюмы шить, привлекаем дизайнера, то есть, как бы, сами считаем, что не специалисты мы в этом плане, вот, поэтому обязательно дизайнер. И, конечно, командное выступление, я считаю, это пик, показатель, вот, самый главный клубный, например, да, что, потому что 12 человек в унисон работать, это крайне сложно. Два человека еще могут договориться, но 12, это должна быть отработка жесткая. И для тренера это стресс, и для ребят, но если получается, это так здорово, это такое, как бы, ловить кайф, я называю так, на соревнованиях, да, если ты занимаешь место, на которое ты рассчитываешь. Вот на сборах мы тоже это отрабатывали, вот, сейчас шьем костюмы, все в предвкушении, всем очень нравится эта программа Индия, вот, так что мы будем, как бы, стараться быть первыми в Московской области и в России. Посмотрим и видим на ближайших соревнованиях, и поделимся этим видео с нашими телезрителями. Идет ли еще прием, и можно ли к вам попасть на этот учебный год? Да, конечно, прием идет, вот, буквально вчера мы с ребятами ходили в школе дружба по родительским собраниям, они мне помогали, вот, огромное спасибо, потому что ребята своим личным временем жертвовали, не так его много сейчас, да, вот, спортсменов особенно. И надо было видеть глаза родителей, когда мы взошли, они просто объявление сделали, ну, ребята сделали основной ход, это самое такое, как бы, школьное движение в рок-н-ролле под музыку, вот, а потом сделали пару трюков. То есть вот тут начались хлопки реальные, то есть, и вот они поняли, что действительно красота в спорте, как бы, и, то есть есть и хореография, и музыка, тут ребята послушали, сделали все красиво, и акробатику сделали, и им очень понравилось. То есть мы обошли много классов, много записывались, и сейчас на полный, то есть много народу приходит, конечно, многие отсеются, понятно, что не все выдержат этот вот такой ритм спортивный. Ну, потому что очень много тренировок в неделю, сколько часов в неделю? Мы только в Доме культуры Дубки занимаемся три раза, и сейчас в Одинцово уже на базе ОЦЭЛа тоже занимаемся по два часа, это минимум, начинающие группы по часу в день занимаются, тут еще три раза, то есть шесть дней в неделю мы тренируемся, то есть некоторые начинающие по три раза, по часу, потом на два часа переходят, уже кто у нас, ребята, больше занимаются по пять дней в неделю, потому что иначе не достигнут результата, то есть у нас не кружок, а именно это спортивное направление, ну, сложно, конечно. В спорте не бывает легких достижений. Да, к сожалению, так, да, а может быть, к счастью, ну, иначе бы все были бы чемпионами и мастерами спорта, да, тогда, ну... И конкуренция, и так-то высочайшая, была бы еще выше. Да, да, именно так. Спасибо огромное, что нашли время, пришли сегодня к нам в студию, я желаю, чтобы все те планы, которые вы строите на новый учебный год, обязательно реализовались, ну, а мы расскажем о ваших успехах нашим телезрителям. Спасибо вам и отличных оценок и побед в новом учебном году. Спасибо огромное, что пригласили. Спасибо, да, что приглашаете, да, нам очень нравится. Мы придем на своих результатах. Делиться с достижениями и принести новые кубки и медали. Обязательно, да. Спасибо. Договорились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok